А куда мы сейчас едем? В Россию едем. В Россию. Да, да. Скажи привет! Всем привет! В общем, мы едем из Туниса в Турцию, а из Турции уже в Алматы. В общем, лично компания Tunis Air немножко удивлена, какое состояние самолёта. Ну, подробнее расскажу уже позже своё мнение. Ну, а пока вот летим на вот этой вот тунисской компании. Дуже привет! Привет! Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ребята, всем привет! В общем, приехала я в гостиницу сейчас, нахожусь вот в гостинице. И через два часа я должна отсюда уже выходить. И мы поедем дальше в аэропорт за чемоданами. Я сдала чемоданы в камеру хранения. Это очень удобно. Надо заплатить 80 лир. Я ещё до сих пор не заплатила. Ты просто отдаёшь чемоданы свои, они тебе дают квиток. Ты должен потом прийти за чемоданами и заплатить. За 24 часа как бы 80 лир будет. Это на два чемодана. Ну, как бы очень удобно, если честно. Вот. Сдала я вчера тест на корону. Тест отрицательный, как бы негативный, всё хорошо. Суждала я в очереди два часа. Это просто нереально было. Я зашла в 10 вечера по турецкому времени. И в 12 ночи я вышла. И то я вышла, как всегда, с таким лёгким скандалом, потому что табло не показывало мой номер. Уже было 17.37, 17.40. А у меня билетик по табло было 17.30. Ну и получается то, что система показывала уже людей выше меня. А я ещё до сих пор не прошла. Жасминка просто изнывалась. Потому что уже, ну как бы, 12 ночи. Ребёнок устал. Мы вот два часа сидели в очереди. Очень много людей сидит в зоне ожидания. И очень много людей не знает о том, что можно тест, результат получить онлайн. Как бы это очень удобно. Там, ты когда оплачиваешь за корону, 250 лир надо оплатить. По тенге это будет, наверное, 15 тысяч тенге где-то. И, в общем говоря, можно результат получить онлайн. Для этого необходимо вот взять штрих-код. Они выдают этот штрих-код. Ты вводишь онлайн. И последние 4 цифры нужно со своего паспорта тоже ввести в этот пароль. Там есть специальный сайт. Сейчас прикреплю картинку, покажу вам. И, в общем, результат можно скачать в PDF формате. Это очень удобно. Но я ещё скриншот сделала. Позвонила сейчас на ресепшн. Попросила, чтобы мне распечатали мой тест. Потому что люди сидят в очереди, чтобы получить тест в аэропорту. По несколько часов там были люди с Узбекистана. Я спросила, я говорю, вы тест будете делать? Они говорят, нет, мы ждём результаты. Сидим, ждём результаты. Но я не понимаю, зачем сидеть и ждать результаты, когда можно это всё скачать онлайн. Ну, конечно, не у всех есть интернет. Поэтому, если у кого нет интернета, там в аэропорту есть специальная такая услуга. Час можно бесплатно пользоваться интернетом. Только я не знаю, как подключиться надо, потому что я пыталась подключиться, у меня ничего не получилось. Но вот хорошо, что я сейчас в отеле, здесь есть Wi-Fi. И получается, я это онлайн уже всё посмотрела, оценила. И сейчас вот я отправила свой результат на ресепшн. Они должны это всё мне распечатать. На самом деле, я вообще не планировала делать никакой тест на корону. Я планировала то, что я приеду, ну, просто так в Казахстан. И 14 дней просижу на карантине. Но с 16 октября у нас новые правила для въезда. И получается, если ты въезжаешь, то нужно платить, то нужно сидеть в стационаре 2 дня, тебя куда-то увозят. А меня это, допустим, не устраивает. Поэтому я решила то, что я сделаю это в Турции, всё онлайн-тест. В Сабихе и Гекчен тоже сдают тест. Но, если честно, это просто прекрасно, то, что я не оставила сдавать тест на Сабиху и Гекчен. Решила сдать это всё-таки в новом аэропорту, потому что я говорю, вот в очереди я просидела 2 часа. Но это просто-просто, честно, нереально, особенно с ребёнком. Ну, слава Богу, то, что перелёт был всего лишь 2 часа, поэтому мы не были прям такие сильно уставшие. И то, что я знала, что я приеду в отель, поэтому я сидела. И как бы отель я уже заранее тоже зарезервировала. И поэтому я ехала уже как бы со спокойной душой. Приехала сюда я на такси, заплатила где-то 56 лир. И сейчас мне сказали, что вызовут для меня такси на ресепшн. И отсюда я тоже поеду на такси в аэропорт уже. Куплю сразу билеты на Сабиху и Гекчен, на Хавабас. И заберу свои чемоданы и поеду уже дальше. Приеду в Сабиху и в 6 часов пойду на регистрацию по турецкому времени. И в 9 часов у меня уже будет вылет в Алма-Ату. В общем, такая вот у меня поездка интересная. Особо, конечно, нелегкая. Я бы могла лететь Turkish Airlines, компанией. Но на меня и на Жасмину Turkish Airlines выходит где-то 1400 долларов билет в одну сторону. На самом деле и в две стороны тоже одинаковая цена. Но так как мы летели в одну сторону, нам не нужен был такой билет. Но при этом все равно цена остается 1400 долларов. Ну, как бы это немножко дорого, но зато, конечно, это очень удобно отлично с комфортом. Но несмотря на то, что я остановилась в отеле и приехала заранее на один день, ну, как бы за сутки вперед, пораньше я приехала, несмотря на это, я все равно выигрываю по деньгам. Я где-то 300-400 долларов по-любому сэкономила. Ну, и при этом, как бы я очень много всего увидела, и у меня есть время, и я никуда не тороплюсь, я спокойно сдала тест. Ну, в общем, очень много плюсов, то, что я прилетела немножко заранее. Честно, прям рада и довольна этим, очень довольна. Вот так вот выглядит наш завтрак. В общем, пришел мальчик, дал нам вот такой вот подносик, и на нем вот стоит еда на двух персон. Не знаю, что внутри, давайте посмотрим. В общем, открыла я коробочку, лежит здесь вот сыр, оливки, вот что-то жареное, как брик тунисский, помидорки две, масло, колбаска, яичко. Ну, конечно, позавтракать можно, хлебушек вон там в пакете лежит. И чай. Ну, как бы, хоть за это, конечно, спасибо, чем вообще завтрака бы не было, да. В общем, вот такой вот у меня будет сейчас турецкий завтрак, и потом, через пару часов, уже в дорогу. Вот такой здесь большой гардероб. Все это вот так вот двигается. Сейчас покажу немножко ванную. Вот ванная. Вот такой вот встроенный душ. Ну, в общем, такая вот у нас ванная комната большая. Всем привет! И вот здесь вот всякие бальзамчики, душ, шампунь. Сейчас покажу немножко комнату. Здесь вот есть холодильник, но он не работает, отключен. Вот здесь у нас комната. и потолок. Ну, как бы, неплохая комната, на самом деле уютно. Вот это постельное белье все чистое. Мне очень это понравилось. Может быть, одеяло само не очень в идеальном состоянии. Телевизор вот есть рабочий. Здесь у нас такой мини-бардак. Жасмина вон завтракает. Сейчас покажу немножко вид с окна. Здесь вот ступеньки есть. Нужно быть очень аккуратным, чтобы не упасть. Вот такой вот вид с окна идет. Вы знаете, вот нахожусь, честно, как будто вот в лесу, в горах. Я не знаю, где даже. Такой у меня вид с окна. Сейчас хочу немножко походить в территорию, поснимать. Вот. Как бы красивый вид. У нас утром здесь две лошади были. Ушли. Ушли уже, да, куда-то. В общем, вот такая вот комната. Как бы, если честно, я довольна то, что я не ночевала в аэропорту, а вот приехала сюда. И здесь, как бы, день свой проводим. Сейчас вот утро, 10 утра. Если честно, очень нравится то, что не надо никуда бежать. Как бы, все по-спокойному. Полет у меня вечером будет, в 9 вечера. Вот мне в 6 вечера надо быть в другом аэропорту. Так что скоро будем собираться уже и выходить через 2 часа из отеля. Смотрите. КОНЕЦ. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok